не более 20 минут передача я вам рассказывал в основном на собственных примерах о работе сознания о тех тех глубинных вещах которые лежат в основе личности и которые начинают влиять и влияют на человека и причем иногда это влияние так происходит что он даже и не понимает почему это происходит и к чему главное это приводит вот в чем вопрос и вот мне мой хороший знакомый покажу что это за книжка значит Джон Сарно как вылечить боли в спине вот примерно она вот так вот выглядит как вылечить боли в спине и что он предлагает за подход люди должны знать правду вот мы как раз на эту тему сейчас и поговорим 20 минут так это нам уже не надо значит о чем мы будем говорить мы будем говорить о том что согласно исследованиям ассоциации врачей той же Америки на первое место вышли в Америке больные со спиной а именно проблемы поясницы зажим седалищного нерва по ягодицам значит то есть таз зажат далее боли в лопатках боли в плечах и боли в шее ну дальше идет там по локтям немножечко вот то есть они вышли на первое место куча народа берет больничные значит не работает американцы теряют в каких-то в прибылях вот что делать значит предлагаются естественно различные различные процедуры и все такое и тут же тут же я вам буду так сказать сразу то что я сделал и осмыслил уже излагаю так сказать вот эти вот данные в свете своего мышления в свете изложенного книги и как бы сказать более сжато чтобы понимали значит были проведены исследования также тщательно американцами среди диких племен Африки они были проведены и показалось что у них спина болеет крайне редко то есть вот этот вот как раз автор он говорит ну такой такая часть тела как спина которая развивалась и была приспособлена к прямохождению там в течение четырех там миллиардов лет миллионов миллиардов лет ну там будь здоров если копнуть что наши предки еще были великанами там атланты лемурийцы и так далее то там огромное время вот она была приспособлена к прямохождению и значит должна выдерживать все нагрузки а тут она сдает то есть уже эти вот боли появляются не дают человеку нормально жить чуть ли не с юности начинаются эти проблемы вот в чем же дело в чем же дело и при этом при этом еще раз подчеркнул что у африканских диких племен нет с чем это связано и вот этот автор надо его все-таки запомнить неудобно этого автора говорить что этот вот автор что за автор Джон Джон Сарно он решил подойти к этой проблеме несколько иначе там ему некоторые случаи помогли натолкнуть совсем на иные на иные рассуждения и в связи с чем он создал собственную методику которая лечит спину путем путем о чем я вам говорил учиться учиться и учиться то есть обучение человека тому как он должен мыслить то есть согласно его рассуждениям у нас существует сознание это вот что он тут докладывает но и существует подсознание это еще огромная огромная будем говорить область совершенно неизученная и которая на нас влияет вот и он значит говорит что вот как раз подсознательные процессы связанные с эмоциями и в первую очередь с теми эмоциями которые подавляются наиболее сильные эмоции это будет страх и раздражение нерв они значит на том уровне подавляются то есть так сознание работает чтобы вот то пережитое как бы сказать не влияло на нас в эмоциональном плане не влияло на нас вот говорить вот в умственно мациональном плане она по психосоматической цепочке сбрасывается на мышцы а именно приводя и о чем я неоднократно уже говорил до прочтения так называемого синдрому мускульного напряжения который закономерно проявляется там где ну вообще это во всем теле может проявляться но закономерно проявляется там где имеются мышцы которые поддерживают позвоночный столб то есть которые работают в основном в таком статическом режиме не в динамическом а в статическом режиме это как правило мышцы поясницы мышцы таза там где тазобедренный сустав мышцы шеи и здесь вот варьбяки плечи то есть закономерно там проявляется как бы сказать те эмоции которые мы боимся проявить потому что они ну как бы для нас кажутся ужасными а это знаете ну будем говорить если были какие-то переживания в детстве связанные с насилием связанные с унижением связанные с несправедливостью которые породили у вас гнев а вы его зажали внутри себя значит гнев раздражение вот это все и не обязательно в детстве это может быть и в юности это может быть и Алёна ну что там такое да неудобно я сейчас тут как раз записываю свою очередную программу позвони пожалуйста минут так через 30 ладно да ну пока никаких изменений нету паспорт там где-то болтается так что ну туда дальше я его буду подписывать перед этим перед этим перед нашим отлетом там что его подписывать когда ничего тут не готово и не ну давайте давайте вот значит не обязательно это у вас будет вот эти подавления и эмоции получено там в детстве это просто наиболее сильное там будет влияние потому что детский организм он восприимчив ко всему этому к несправедливости там к унижению к какому-то там допустим насилию и так далее но это так же и в юношеском возрасте и в зрелом возрасте это и недовольство вот мы как раз с вами говорили а вы вот зачем ты это тут рассказываешь народ не готов и так далее вот кто не готов тот тот будет и болеет а кто готов к восприятию этой информации тот будет здоров и процветать это ж надо знать так вот что вот это подавление подавление но он там приводит такую целую теорию что это подавление эмоциональное которое у нас рождается в головном мозге значит через нервную систему которая там заведует кровообращением там и всем таким этим оно значит умудряется умудряется вот почему-то воздействовать на вот эти статические мышцы и сужать в них сосуды и вызывать в них пониженное кровообращение что приводит к кислородному голоданию и кислородное голодание в этих участках значит мышц вот и начинает вызывать боли я бы не хотел сказать что это бред почему потому что существует тонкая физиология о которой он вообще не упоминает вообще ее не знает так вот смотрите если согласно логике тонкой физиологии тонкой физиологии остальное хотя все правильно все эти наши будем говорить вот эти мысли все наши будем говорить вот эти эмоции они рождаются естественно в теле в теле в теле в теле в теле не эмоциональном а в теле желания камарупи по индусски вот они рождаются там какие-то ожидания какие-то допустим ну хотения там наши там вот вот мы так 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 думаем то есть это все рождается о аж на том уровне и это естественно все потом оно просто ну как бы сказать в виде информации в виде информации должно обеществиться в конце концов в мысах в виде движения так вот что происходит вот это вот ну зажатая эта эмоция когда человек хотел допустим ну грубо говоря вырваться хотел там противиться хотел еще что-то делать когда над ним вот так вот понимаете поступали или просто злился хотел высказаться все это действительно потом уже снимается через головной мозг через нервы там идет в те мышцы в те мышцы которые должны были этим процессом руководить и в частности это все должно было ну будем говорить привести к каким-то движением и особенно вот к этому влиянию восприимчивы это вот вот эти статические мышцы и вот в них-то и возникает напряжение он правильно сказал синдром мышечного напряжения возникает маленький спазм сначала маленький спазм да который приводит к тому что если что-то спазмировалось она стала меньше раз она стала меньше значит крови туда течет тоже меньше то есть по-другому надо все это рассказать и в результате возникает кислородное голодание которое приводит к болям в мышцах к болям в этим и плюс еще плюс еще так как обмен веществ понижается а мышцы там все равно живут там накапливаются различные вещества которые я уже считаю ухудшают характеристику этих мышц и они сжались а разбрямиться не могут то есть возникает спазм вот и и и вот эти вот спазмы имеют природу не ту которую вот нам в 90 где-то 5 процентах случаев проблемы со спиной связаны ни с какой-то там травмой ни с каким-то там износом ни с каким-то там еще чем-то еще чем-то они связаны именно с тем что наше в нашем подсознании зажимаются вот эти эмоции которые ведут к тому что зажимают соответствующие мышцы и пока мы не избавимся вернее сначала не осознаем что с нами происходит то есть должно произойти осознание процесса что этот процесс прежде всего у нас случился в нашем сознании мы подавили то что не хотим чтобы узнали но грубо говоря кого-то там избили над кем-то надругались кого-то еще что-то сделали и он естественно боится что об этом кто-то узнал а потом будет говорить вот так так то есть вот когда человек не боится то вот этого процесса и тут он об этом даже не говорит и доверяет Божьему проведению что с вами будет то что должно быть то вот этого процесса нету и значит нету никаких зажатостей нету страхов за свою жизнь нету значит каких-то переживаний которые вы не хотите чтобы окружающие узнали и даже вы сами не хотите чтобы это опять пережить понимаете вот вот все это все это порождает вот такие различные психосоматические заболевания в первую очередь связанные оказывается со спиной с поясницей с горбом с шеей плечами локтями коленем и вот он применил вот эту методику осознанного подхода к своему сознанию а что вас внутри тревожит что вас внутри тревожит люди с ним просто-напросто беседуют понимают этот процесс что и в результате боли которые привели к тому что люди стали чуть ли не инвалидностями они уходят уходят и все и спина становится здоровая навсегда так Субтитры сделал DimaTorzok